Итак, Иисус вместе со своими учениками готовится к последней Пасхе. Мы читаем у Марка, в первый день опресноков, 14 главе, когда заколали пасхального аннца, говорят ему ученики, где ты хочешь есть Пасху и мы пойдем и приготовим. Матфей говорит, что в первый день опресночный, где велишь нам приготовить Луки, в принципе мы находим тот же самый текст. И Иисус посылает их и говорит, вы должны мне приготовить Пасху. Давайте, поскольку мы договорились с вами, что у нас сейчас будет точный юридический язык, то мы ответим, может быть, несколько моментов, которые включало в себя приготовление к Пасхе. Это понятно, что Пасха был определенный ритуал и определенным образом можно было есть этого пасхального аннца. Итак, существует девять основных шагов в приготовлении Пасхального ужина. Итак, первое. Первое. Надо было принести ягненка в храм, для того, чтобы удостовериться, что он без порока. Мы знаем, что Иисус, когда входил 10 Ниссана в Иерусалим, оставшиеся четыре дня до праздника, он был всячески проверяем книжниками и фарисеями, и в нем не найдено было никакого порока. Это чисто символический акт. Но здесь точно так же этот ягненок, которого, ягненок, это и есть Пасха, он должен быть принесен в храм, прежде чем его принести в жертву, священники должны убедиться и вынести свой вердикт о том, что этот ягненок, собственно говоря, без порока. Второе, что должно произойти, этот ягненок должен быть убит в храме. Третье, кровь ягненка должна быть собрана в определенном сосуде. Четвертое, кровь должна передаваться по цепочке священников к алтарю, где ее нужно было вылить к подножию. Пятое, во время обряда священники пели псалмы, псалмы 113 по 118. Шестое, после этого ягненок очищался от кожи и внутренностей. Седьмое, часть ягненка оставлялась священникам, которые возносили эту часть на жертвенник. Восьмое, оставшаяся часть ягненка отдавалась принесшему, чтобы он испек это на огне. И другие элементы Песоха, это уже последняя девятая маца или пресный хлеб, марор, горькие травы, вино, которые там пили, бокалы или чаши, из которых подавалось это вино. Но смесь из горького и сладкого, это все надо было приготовить к Песоху. Поэтому мы видим, что когда Иисус говорит, подите и приготовьте все для Пасхи или для пасхального седра, то есть это было достаточно трудоемкое занятие, которое ученики должны были сделать по всем этим девяти пунктам. Приготовить все необходимое, включающие в себя поход в храм. И когда они, значит, это делают, то тогда уже можно садиться и можно ужинать. В общем, обратите внимание на некое отличие. Воду из колодца доставать это был, как правило, удел женщин. Но то, что должны были сделать Петр и Иоанн, вот тех двоих, которых отправляет Иисус, согласно Евангелию от Марка, они должны были подойти к городскому колодцу и, увидев мужчину, черпающего воду, должны были пойти с ним к месту, где уже все было готово. Причем, обратите внимание, он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. То есть, видимо, это был дом какого-то богатого человека, который мог позволять себе за водой отправлять даже не женщин, а мужчин. И он должен был привести его в эту богатую убранную комнату, которая находилась обязательно или на втором этаже, или на крыше. Это могли позволить себе только богатые люди. Естественно, комната должна была быть уже сервированной и готовой к этому празднику. Те, кто бывают в Иерусалиме, очень часто показывают комнату тайной вечери. Вполне возможно, что так оно и есть, но это уже относится не к серии нашей компетенции. Может быть, я скажу несколько слов о том, что представлял собой пасхальный стол и что представлял собой пасхальный седр. Седр есть, значит, порядок. То есть, во времена пасхального седра, или во время, когда наступал праздник, происходила определенная церемония от начала до конца, вместе с чтением Писания об исходе из Египта, вместе с определенными благословениями, вместе с четырьмя чашами, которые присутствовали на столе, и с определенной едой. Это был обряд, который занимал несколько хороших часов времени, включая проломление средней мацы, бесквасного хлеба, который совсем отдельная большая тема. Может быть, когда-нибудь Господь даст нам поговорить с вами и на эту тему. На этом же этапе мне очень бы хотелось, чтобы вы просто поняли, что весь этот обряд, который был, он имеет огромное символическое значение. Поэтому Иисус не просто говорит, давайте соберемся, покушаем еще раз. Понятно, что Иисус соблюдал полностью весь закон. Понятно, что хлеб, который был на столе, он должен был быть пресный хлеб, или апреснаки, а другого хлеба тогда даже при всем желании, скорее всего, в Иерусалиме было найти невозможно. Все было абсолютно выверено, и все должно было быть готово для этого праздника. И, естественно, перед тем, как они собираются, то Иисус собирает всю свою команду. И вот мы читаем у Иоанна в 13 главе, что одна из вещей, которые он делает, он омывает ноги своим ученикам. Вообще, омывать ноги, это была функция раба. Но в Израиле 2000 лет назад только очень богатые люди могли позволить им иметь собственную ванну. А все остальные пользовались общественными банями, в результате чего, даже будучи чистым от бани до дома, их ноги, естественно, были грязными. Поэтому для того, чтобы войти в дом и принять участие в любой трапезе, надо было омыть ноги. Как правило, этим занимался раб, который был у дома, он омывал ноги входящему. Если не было раба, этим занимался младший сын, который, как мы читаем у Павла, позднее до того времени, он, правда, приводит пример римский, но до того времени, пока сын не входит в совершеннолетие, он находится на положении раба. И его функцию входило омывать ноги входящим. Теперь представьте себе, мы с вами все очень хорошо знаем знаменитую картину «Тайной вечери», когда есть стол, и все сидят за этим столом. Безусловно, полный нонсенс с точки зрения иудеев того времени, которые возлежали вокруг стола. Мы говорили с вами в предыдущих разделах о том, что самый главный человек сидел в центре, один по старшинству с правой стороны возлегал от него, с левой. Все, когда они ели, для того, чтобы вести беседу, они должны были опираться одной рукой. Поэтому, так или иначе, если они возлегали на одной руке, и, как правило, на левой, для того, чтобы брать пищу средней рукой, то волей-неволей их ноги могли находиться у лица другого человека, который там точно так же возлегал. Поэтому обряд омовения ног был абсолютно необходим. Петр, конечно, говорит, что он не даст Иисусу мыть свои ноги, но Иисус говорит, нет, я должен мыть ноги. И я хочу, чтобы мы поняли, что это имеет или имеет полное свое отражение даже в современном праздновании праздника Песох, когда во время празднования Песох младший сын омывает не ноги, но омывает руки своему отцу и вытирает их после этого белым льняным полотном. Естественно, что этот же обряд был и во времена Иисуса, потому что еврейская традиция не меняется, и вот она имеет, естественно, очень глубокий символизм. И, естественно, после того, как он умывает им ноги, когда они ели, мы читаем у Матфея 26 главе, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них не ели Господи. Это, на самом деле, очень важный момент. В еврейской традиции принято говорить о том, что никакой человек не может гарантировать свою праведность никогда. Да, исключение, наверное, составлял Петр, но мы знаем, чем вся эта история заканчивалась. И здесь, когда Иисус говорит им, что один из вас предаст меня, что мне нравится, что все ученики, полностью все ученики, они стали сомневаться. Может быть, я или Господи. То есть, они стали говорить Господи, может быть, я, может быть, я, может быть, кто-нибудь из нас. То есть, даже для них, для его самых близких учеников, никто из них не мог, как бы, наверняка сказать, что это будет не он. Ну, наверное же, кроме Петра. Обратите внимание, при этом Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Это очень, с точки зрения еврейства или иудаизма, странное выражение, потому что «Рави» – это значит «мой учитель». Мы увидим, Иуда очень ревнует о том, чтобы быть, может быть, не Иисус был его раввином, но чтобы быть его учеником, несколько позднее, во время ареста в Гефсиманском саду, мы увидим, мы поймем, с какой целью вообще-то, говоря, делалось. Но на данном этапе, просто обратите внимание, что он называет Иисуса своим учителем. После этого куска, то есть, когда он обмакивает кусок и подает Иуде Шимону Искариоту, Писание говорит, в 27 стихе Евангелия от Иоанна, в 13 главе, «После сего куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. Когда-то мне довелось читать в учебнике по ангелологии, что существует разница между тем, когда в тебя входит демон или бес, и между тем, когда в тебя входит сатана. Я не могу согласиться с этой точкой зрения. В чем принципиальное отличие вхождения в тебя сатаны или вхождения в тебя беса. Ну, предоставим решение этого вопроса учителям систематического богословия, к коим я себя ни в коей мере не отношу. И после того, как они принимают участие в этой трапезе, Иисус предупреждает учеников не предавать. А они, как бы, все говорят, ну, мы никогда, мы никогда не сможем от тебя отречься, Господи. Мы читаем дальше, что когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, имеется в виду, когда уходит Иуда, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. И я вообще хочу подчеркнуть вот какую вещь. Иоанн, в общем-то, стоит особняком несколько от всех других евангелистов. Что интересно, речь у него очень ограниченная. Современная речь русского человека, ну, я думаю, 5-6 тысяч слов он постоянно использует. В языке у Шекспира 10 тысяч слов. В большом русском словаре мы находим до 60 тысяч слов. В Оксфордском словаре мы находим до 100 тысяч слов. Так вот, для сравнения, Иоанн во всем, во всем, во всем своем евангелии пользуется 400 слов. То есть, 400 слов у него все евангелие, и он пытается каким-то... Я делаю вот чем, поскольку пишет он по-гречески, я думаю, на иврите он говорил гораздо лучше, поэтому он пытается изложить свои мысли, насколько это вообще говоря возможно, весьма ограниченным языком. Поэтому он часто использует слова или тавтологии, но это тавтология лишь потому, что ему трудно выразить свою мысль. И это совершенно нормально, мы должны учитывать это, особенно тогда, когда он наоборот пытается, как мы посмотрим несколько позднее, в случае со знаменитым Агап и Филио, немножко разнообразить свою речь. И сказал Господь, мы читаем у Луке, Шимон, Шимон, то есть Симон к Петру, это сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. И он отвечал ему, Господи, с тобой я готов идти в темницу, на смерть идти. Или в другом месте, когда мы читаем у Матфея, он говорит ему, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. На что Иисус говорит ему, истинно говорю тебе, или амен, амен, ани омер леха, это типичное раввинское, мы везде это видим, амен, амен, ани омер леха, или, например, в третьей главе у Иоанна, то же самое, им ло и вала, это дам, миле мала, если не родится человек свыше, когда Иисус говорит Никодиму. Итак, он говорит ему, истинно говорю тебе, ты отречешься, прежде чем петух пропоет трижды, ты отречешься от меня три раза. На самом деле, тут есть некое вычисление, когда кричит петух, первый кричит приблизительно между девятью и двенадцати часами вечера, мы говорим девятью и двенадцати часами, как бы в переводе на современное время, надо понимать, что в то время часы были другие, мы говорили с вами, было дневное время, вечернее время, естественно, зимний час был короче, чем летний час, но если приблизительно, то первый петух должен кричать где-то между девятью и двенадцати часами, если вообще к петуху можно применить слово должен, он никому ничего не должен, но почему-то кричит. Вторые петухи кричат с двенадцати ночи, с полуночи до трех часов утра и, значит, как бы третий соответственно. И Иисус говорит, что ты отречешься до меня еще до рассвета. Позднее в Евангелии Иисус является своим учеником и он спрашивает у Петра, ты любишь меня? И Петр отвечает, да, любишь меня? Да, любишь меня? Да. Трижды происходит тот же самый ответ. Думается, есть некая глубинная связь между тремя отречениями Петра, которые имеют место здесь быть вот весьма вскоре и пророчеством об этом Иисуса Христа, и его конечное, и как бы Иисус предлагает ему трижды полюбить его за каждый раз из отречения. Ну, а дальше. А дальше мы читаем в Евангелии от Луки «И взяв чашу и благодарив, сказал, примите и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет царствие Божие, взяв хлеб, благодарив, преломил, подал, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание, ках асу лезихроны, сие творите в мое воспоминание, у Матфея, и взял хлеб, благословив, преломил, раздавая учеников, взяв чашу, благодарив, подал и сказал. Давайте немножко остановимся на этом и пытаемся понять, что здесь происходит. Значит, во-первых, чисто техническое замечание, нигде в тексте не говорится, что он благословляет хлеб, и нигде в тексте не говорится, что он благословляет вино. С точки зрения древних иудеев, благословлять не живой предмет было богохульством, то есть никто не мог благословить стол, землю, вино, хлеб, поэтому, мне кажется, современная традиция, отчасти христианская, в благословении вина и хлеба, она не совсем соответствует тому, что было там, потому что в том тексте, мы читаем совершенно очевидно, что он взял хлеб и произнеся благословение, преломил и раздавая хлеб. И точно так же, беря в руки вино, он не благословляет вино, он произносит благословение, он произносит благословение и отдает им вино, и они пьют это вино, пейте из нее все, говорит он. Что это значит? Во времена Иисуса, естественно, до него благословение звучало следующим образом, бауха та адонай, рэйну мэлэ хаулам, ба рэй при агафен, или благословен ты Господь, произрастающий плод виноградной лозы, или благословение на хлеб звучало как, бауха та адонай, рэйну мэлэ хаулам, му целеха мина арец, или благословен ты Господь, производящий хлеб из земли. Это были два стандартных еврейских благословения, произносимых на еду, причем хлеб, который преломлялся перед едой, он символизировал всю еду вообще, как таковую, то есть это не значит, что человек обедал только одним хлебом, там мог быть еще и огненок, фрукты и так далее, но по сути своей хлеб символизировал благословение на еду, и благословение над, благословение имени Господне, на вино символизировало благословение имени Господа за предоставленную нам возможность пить вино, сок и так далее. Поэтому здесь нету никакого специального благословения, которое произносит Иисус, которое вдруг становится неким таинством, которое вдруг становится неким новым обрядом. Более того, это уже вторая часть моего объяснения, я не думаю, что Иисус устанавливает здесь новый обряд, который мы называем Евхаристией, или который мы называем Вечерей Господней. Я не думаю, что Он вводит новый обряд, я думаю, что Он предлагает иудеям, своим ученикам, все тот же обряд, все абсолютно тот же обряд, но, как и Он всегда делает, наполняя его абсолютно новым содержанием. Он говорит, «Отныне, каждый раз, когда вы будете есть хлеб и пить вино, вы каждый раз, как суда зихрони, вы каждый раз будете делать это, воспоминая обо Мне». Почему? Иисус говорит о Себе, «Я есть хлеб жизни». Он говорит, «Я есть свет миру». Иисус постоянно говорит о Себе, как о том, кто дает основу для жизни. Хлеб является основой для физической жизни. Хлеб является той основой, которая дает питание энергии нашему телу. С одной стороны, хлеб земной дает энергию нашему телу, то хлеб духовный обогащает нашу жизнь и дает духовную пищу для нашей жизни. Поэтому Иисус говорит, «Каждый раз, когда вы будете есть хлеб, когда вы будете питать тело, не забывайте о том, кто является источником вашей духовной вечной жизни». А поскольку поедание пищи является самым часто осуществляющим, самой часто осуществляющей в жизни человека акцией, то Иисус говорит, «Самое частое, что вы должны делать, вы должны вспоминать обо Мне». Потому что это как раз напоминает о Его жизни. И естественно, я не думаю, что речь вообще-то говоря, идет о введении нового обычая. Потому что вообще, по моему глубочайшему убеждению, Иисус не вводил ни одного нового обычая. Он не вводил обычая крещения. Обратите внимание, никто из учеников, или из фарисеев, или из саддукеев, которые спускались, не задавали ему вопрос, что ты делаешь. Это было очевидно, что он делает. Возникал только вопрос, как это делать, во имя чьё это делать, и кто кого должен крестить. То есть Иисус не вводил обычая крещения, об этом, кстати, утверждает доктор Авербек. Он утверждает, что то, что делал Иисус, было основано на так называемом квазикрещении, или квазипогружении, которое было прототипом сегодняшнего крещения. Он просто вводит и наполняет новым смыслом. И мы это видим, на самом деле, на огромном количестве притчей и проповедей Иисуса, когда он берет существующие парадигмы, либо повествовательные, либо жизненные, и наполняет их новым смыслом. У меня кто-то спрашивал совершенно недавно, ну, а как же выходит, Иисус ничего нового не вел? Абсолютно нет. Иисус вел в жизнь три фундаментальные, абсолютно новые вещи. Первое из них состояло в том, что он, и может быть самое главное, что он пришел и умер за наши грехи и воскрес до нашего оправдания. Второе состояло в том, что он пришел дать полное и окончательное толкование всего того, что на самом деле было в Писании до него. И может быть, одно из самых главных, он пришел установить новую систему взаимоотношений между человеком и Богом, основываясь на фундаменте, который он же положил, давая Моисею откровение на Синае. Но, как мне представляется, он не пришел для того, чтобы революционизировать им же самим данные к тому времени установки, а лишь попытаться людям объяснить, что это на самом деле значило, и прийти и отдать себя в совершенную жертву за наши грехи. ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Синец. 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 Продолжение следует...